В отеле очень безопасно. Если никуда не выходить, здесь все моют, чистят. Все ходят из персонала в масках. Паники среди туристов нет. Многие не побоялись приехать в Турцию с детьми. Но ежедневные новости о количестве заболевших, безусловно, сказались, говорят сотрудники отелей. Вчера гости уезжали раньше своего выезда из отеля. Я спрашиваю, как у вас проходит отдых? Пусть нам сообщают. Мы побоялись. У нас маленький ребенок. Мы видели новости и уезжаем из отеля. Некоторые отели вообще не откроются. Персонал набор не берет. Посмотрим, что будет с нами. Сабина Сулейманова должна была улететь в Турцию в мае. Девушка купила тур еще в декабре 2019 года. Планировала сделать подарок маме – показать ей море. Но у пандемии оказались свои планы. С этого времени мы после уже заморозили тур и перенесли его на октябрь. Также мы не смогли полететь в октябре. Снова заморозили и перенесли уже тур на мае 2021 года. Но вчера снова у нас обрушились все планы, нас снова огорчили. И на данный момент мы пока не знаем, что мы будем делать. В подобной ситуации оказались многие российские туристы. Турция – популярное направление отдыха. Сейчас спрос особенно большой. Многие перенесли отпуск с прошлого года на весну 2021 года, но вновь останутся дома. Как и те, кто купил путевку по раннему бронированию. Первое, что мы сейчас ждем – официальное письмо от туроператоров. То есть те туристы, которые уже забронированы, они должны дождаться не постановления правительства, а уже конкретно от туроператоров. То есть туроператоры предложат конкретные действия, что надо будет сделать им. И потом мы уже в зависимости от ситуации будем выбирать для кого что более выгодно. Вернут ли деньги за путевку – пока не ясно. Рассматриваются несколько вариантов развития событий – перенос тура на другие даты, либо смена направления отдыха. Туристы, находящиеся в Турции, вернутся в Россию планово согласно датам окончания путевки. Диана Малерова, Сергей Вильданов, Новости Татарстана.